Стремление Киева подписать соглашение об Евросоциации с ЕС в ущерб сотрудничеству с Россией может сыграть с Киевом очень злую шутку. Потеряв Крым и часть Донбасса, незалежная уперлась лбом в закрытые перед ней ворота Евросоюза, где не готовы принимать столь проблемную страну. Вернее могут, но только по частям. Вслед за Юго-Востоком, серьезные проблемы намечаются у Украины на западном направлении, причем Киев сам своей недальновидной политикой ведет дело к потенциальной утрате сразу нескольких регионов, граничащих с Венгрией, Румынией и Польшей. Речь идет о Закарпатье, Буковине и Галичине с Волынью. На данную тему сказано уже немало, но давайте попытаемся представить, как именно может произойти процесс отделения данных территорий и их возвращение в родную гавань. Если серьезно, то эти регионы максимально готовы к уходу из состава Украины. Этому способствует не только слабость Киева, где сидит марионеточный проамериканский режим и тяжелое социально-экономическое положение в стране, усугубленное многолетней войной на Донбассе, но и активная экспансионистская политика соседних европейских стран, которая проходит в форме мягкой силы. Пока что мягкой. Рассмотрим ситуацию на примере Закарпатья, как одного из потенциально самых сепаратистских западных регионов, незалежной. Закарпатью не привыкать менять прописку. Оно было и в составе Австро-Венгерской империи Габсбургов и автономной под Карпатской Русью в Чехословакии и Карпатской Украиной под оккупацией союзной Третьему Рейху Венгрии. В составе СССР регион имел шанс стать одной из союзных республик, но в итоге было решено включить его в СССР с целью постепенной украинизации этнических венгров. Однако не вышло. В 1991 году в ходе референдума о независимости незалежной Закарпатья поставила вопрос об автономии, за что проголосовало подавляющее большинство местного населения, однако Киев их решение проигнорировал и совершенно напрасно. Венгры являются национальным меньшинством на Украине, они компактно проживают преимущественно на территории Береговского района Закарпатской области. По состоянию на 2001 год, по данным переписи их численность достигала 151 500 человек. От границы с Венгрией до Берегового 5 километров, которые легко можно пройти пешком. Местное население говорит по-венгерски, стараясь избегать употребления мовы, с удовольствием принимает не гривны, а форенты. Практически у каждого украинского венгра имеется второе гражданство, венгерское, и это несмотря на официальный запрет иметь два паспорта. В определенном смысле это нацменьшинство находится в привилегированном положении. Соседняя европейская страна помогает своим закарпатским соотечественникам с получением хорошего образования, открытием бизнеса, консультирует, как уклониться от прохождения военной службы в ВСУ и так далее. На венгерском языке тут издаются газеты и журналы, ведется преподавание в школах и высших учебных заведениях. Украинский дискриминационный закон об образовании стал поводом для серьезнейшего конфликта Будапешта с Киевом, и в итоге Венгрии удалось добиться для своих исключения. Отметим, что все это делается в Закарпатье за счет средств бюджета другой страны. Правовым основанием для подобной мягкой экспансии в Незалежную является Конституция Венгрии, куда в 2012 году была внесена следующая поправка. Руководствуясь идеалом объединенной венгерской нации, Венгрия несет ответственность за судьбу венгров, проживающих вне ее границ, должна способствовать их выживанию и развитию, и должна поддерживать их усилия, направленные на сохранение венгерской культуры, а также способствовать их сотрудничеству друг с другом и с Венгрией. Понятное дело, процессы, происходящие на Западной Украине, крайне не нравятся официальному Киеву. Прецедент с Крымом и Донбассом показывает, что при условии активной внешней поддержки Закарпатья, Буковина и Галичина с Волынью также имеют шансы отправиться в родную гавань. Особенно, если Будапешт, Бухарест и Варшава проявят солидарность в данном вопросе. Ключевой вопрос, в какой конкретно форме это может произойти? Некоторая ирония заключается в том, что Украина сама в 2014 году открыла этот ящик Пандоры. Нет, речь уже не про уход Крыма и Донбасса, а про Евроассоциацию и те обязательства, что Киев сам на себя взял. Подписав это соглашение, незалежная оказалась в правовой сфере, где действует концепция Европы регионов, рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств и принципы европейского регионализма ЕС. Западные регионы Украины находятся в так называемом еврорегионе Карпаты, куда также входят приграничные регионы Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Будапешт имеет полное право помогать с евроинтеграцией отдельным муниципалитетом Незалежной, что он и делает в Закарпатии. Киев может закатывать истерики по этому поводу, но это уже его проблемы. Впрочем, украинские власти своими неадекватными действиями могут даже поспособствовать уходу новых территорий. По мере деградации социально-экономической обстановки в Незалежной увеличиваются шансы на то, что закарпатские венгры вновь поднимут вопрос об автономии, а Венгрии их поддержат на официальном уровне. Поскольку формально об отторжении части Украины речи не идет, есть ненулевой шанс, что в Брюсселе эту инициативу одобрят. А дальше все будет зависеть от реакции Киева и действий украинских националистов. Если последние отправятся в Закарпатие, превентивно мочить сепаров, то возможно несколько сценариев. Самый реалистичный – это ввод венгерской армии для защиты соотечественников от праворадикальных националистов в рамках гуманитарной интервенции. До юрия отделение Закарпатии от Незалежной не произойдет, но де-факто этот регион будет Киевом окончательно потерян. Перспективы его победы в гипотетической украинско-венгерской войне весьма туманны, несмотря на формальное превосходство ВСУ. Второй сценарий допускает провозглашение Закарпатием независимости по донбасскому сценарию, но без признания его Будапештом и без последующего присоединения к Венгрии. Третий, самый маловероятный, крымский сценарий. Закарпатия проводит референдум под защитой венгерских вежливых людей, а после подписывает с Будапештом договор о соединении. Едва ли последние два варианта получат поддержку в Брюсселе на данном историческом этапе. Впрочем, кто его знает, что там будет дальше. Не исключено, что когда-нибудь России все-таки придется повоевать за Украину, перейдя через Днепр, и тогда в ЕС поддержат сепаратистские устремления и ее западных регионов.